Остеохондроз позвоночника, то есть боли в спине, в шейном, грудном, поясничном отделах. Лечится таблетками, и все это бессмысленно. Лечится блокадами, все это вредно. Лечится операциями, это опасно для жизни. Потому что остеохондроз это не заболевание, это состояние позвоночника, его старение. В переводе на простой язык остеохондроз это кость, хондра это хрящ. Это костно-хрящевая система. Но не все так просто. И нет ни одной медицинской дисциплины, которая занимается лечением мышц позвоночника, лечением связок позвоночника. И поэтому врачи, как правило, никакого внимания не отдают мышцам спины. А именно слабые мышцы спины, спазмированные мышцы спины, растянутые мышцы спины вызывают боль. Боль в спине. И болят только мышцы. А нервы говорят, какие болят мышцы. Если вы услышали термин, что у вас грыжа позвоночника, это еще более популярный термин, чем остеохондроз. То говорят, что грыжа ущемила нерв. Не верьте. Грыжа это разрушенный межпозвонковый диск, хрящ, в котором нет ни нервов, ни сосудов. И он просто стирается, если не получает регулярного питания. А питание межпозвонковый диск получает от мышц. Но вот в том случае, когда мышцы работают. И так как люди ленивые, они идут на то, что сначала уколи меня, дай таблетку, после этого я займусь здоровьем. Но бывает, что поздно заниматься здоровьем. Особенно в том случае, когда уже прооперировали межпозвонковый диск, который без всякой операции исчезает сам с собой в режиме жизнедеятельности. Что я предлагаю для лечения боли в спине, для лечения остеохондроза? Ну главное это понять, что это мышцы спины. А мышцы спины подтягивают тело, тянут вверх. Подтягиваю на перекладине. Тяга турников вертикальных, горизонтальных, грудных. Но все упражнения связаны с тягами. Тяга пилы, тяга груза. Все это работает в мышце спины. Если вы, мужчина, не умеете подтянуться 3-4 раза в 40-50 лет, у вас уже есть остеохондроз, даже если спина не болит. Женщины подтягиваться не умеют вообще, но они могут выполнять упражнения тяги резиновыми амортизаторами или спандерами. Но необходимо делать эти упражнения. Сгибание-разгибание, это гиперэкстензия, поясничный отдел. Это необходимо на горизонтальной площади опускать тело как можно ниже и поднимать его до горизонтали. Тогда тренируется пояснично-крестцовый отдел. Ну и, наконец, мышцы-вращатели. Это боковые мышцы позвоночника, которые требуют вращания по оси, но не мануальной терапии. Это упражнения-маятники, колебания, которые тоже держат мышцы в эластичности, в силе и в порядке. В таком случае, если вы следите за мышцами спины, регулярно делайте подтягивания, регулярно делайте наклоны вперед-назад-право-вверх, регулярно делайте силовые упражнения, то у вас позвоночник никогда не будет страдать. Если вы этого не делаете, то никакие таблетки, уколы не вернут вам здоровье позвоночника. Остеохондроз – это запущенные, ослабленные мышцы спины. Это этиология. А патогенез – это уже его развитие. Сначала остеохондроз, потом протрузия, грыжа, потом остеопороз, ну и тело тихо разрушается уже без всяких болей. Не доводите себя до этого состояния. Подписывайтесь на официальный канал Бубновский в YouTube, а также на аккаунты Сергея Бубновского в социальных сетях. Субтитры сделал DimaTorzok